МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшней сессии областного совета депутатов унесены изменения в расходную частку бюджету. У вынику поступления у бюджет додатковых сродков повеличены объемы финансования широкого программ. Наши корреспонденты потекавилися подробностями. Як шагается, селета доходная и отповедно расходная частка областного бюджета повеличится омально 90 млн рублев. Згодно с решением сессии возрастут расходы инновационного фонду. Вырастут дотации у некоторые районные бюджеты. Повеличился объем финансования программы по ремонте дорог. У вынику переразмеркования сродков возрастут расходы на будовництво и реконструкцию сельскоисподарших объекту с высокой ступенью готовности. А так само будовництво коммерцийного жилья для специалистов, які прасуюсь у зонах радиационного забруживания. На этой же сессии принято решение об уведении понижающих коэффициентов для предпринимательников, які прасуюсь у сельской мясовости. А так само на территории малых и средних населенных пунктов. Необходность обмеркования этого документа выкликана принятием новой редакции податкового кодекса. Сохранение преференций для индивидуальных предпринимателей, платящих единого налога, приведение своего бизнеса на территории средних, малых городских поселений и сельской местности. Если говорить о сумме преференций, то в 2018 году с коэффициентом 0,5 у нас работало 311 индивидуальных предпринимателей. И сумма льгот – это порядка 90 тысяч рублей. Если мы говорим в целом о декрете номер 6, не только для индивидуальных предпринимателей, а в целом для всех субъектов хозяйствования, то это порядка 400 субъектов хозяйствования. И сумма преференций по налогу на прибыль, по единому налогу, по подоходному налогу для индивидуальных предпринимателей – около 3 миллионов рублей. И еще одно питание, якое так само мое дочинение до финансовой темы. Згодно с решением сессии областного совета депутатов, призначено 131 стипендия спортсменам, які демонструюсь высокие досягнение. В первом погоде, дарыши, их отримывали 115 человек. У приоритете – олимпийские виды спорту, где у простунюков Гомельской области неадренные выники. За 10 месяцев этого года на офицейных спаборненствах завоевано 150 медалей, на 20 больше, чем за весь минулий год. Что тычется, расходование сродков, отриманных у якости стипендий, неких обмежаваннём нема, только рекомендации. Если спортсмен, выявляется спортсмен за нарушение порядка общественной безопасности, то есть, например, там был где-то задержан милицией, либо был задержан в состоянии алкогольного напьянения, либо к нему были претензии со стороны национального антидопингового агентства, то он автоматически лишается стипендии. И более того, за нарушение спортивного режима, спортивной дисциплины, тоже спортсмен лишается стипендии областного. Но это чётко прописано в положении республиканском о назначении стипендий. Олег Санчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадокомпания «Гомель». Инициатива и активная гражданская позиция допомагают заработать життя больше комфортным. Один из опорченных прикладов реализованный увёзся в руки Гомельского района. Социальный проект местовой жахарки Зои Ананьевой перемог в конкурсе «ID Generational Camp 2019» и отримал финансование. Его сутность – укомпостование органичных отходов. Проект различен на коллективные корыстания. У компост закладываются разностайные харчовые отходы, трава и листья из допомоги специальных препаратов и червяков. Органика перепрацовывается во угноенне. Перевага для господарки и корысть для экологии – видовочная. Значально сменьшается количество вогнища на присядивных участках. Не потребуется и вывоз сметки на полигон. Хочется, чтобы потихоньку народ включался в этот процесс. Мы хотим поменять немножко мышление людей, чтобы смотрели в сторону органического земледелия, природоохранных вопросов. Развитие инфраструктуры региона – з уликом потребностей людей с обмежованными махчимостями. Сегодня об тем, как будовать, как было зручно каждому, и шла разговора во время встречи со студентами Белдута. Диалог с будущими архитекторами и проектировщиками провели представники громадских объединений инвалидов по зроку, слыху и спинальников. Пока человек здоровый, его не трубуе питание на явности безбарьерного сяродя. Это происходит при страте махчимостей ходить, видеть или чувствовать. По словам присутствующих, важно не только будовать и реконструировать по правилам безбарьерного сяродя, но и из малинства учить детей, как относятся до людей с обмежованными махчимостями, как наше громадство стало максимально толерантным до этой категории насильства. Еще не все новые здания и сооружения, которые, может быть, оно сам по себе новое, ввели его, допустим, в этом году, но если сам проект достаточно старый, и там не все учтено, значит, оно не будет учтено и здесь. Организаторы мероприемства вырешили объявить конкурс сярод студентов. Треба створить проект об безбарьерной инфраструктуре Гомеля. А кроме того, любые жадают, что будучи проектировщик, архитектор, будавник может стать волонтером. Задача – проанализовать городскую инфраструктуру на конт зручности ее выкористания маломобильными гражданами. У Гомельской области протягивается вакцинация супрадь-гриппу. До начала листопадовских выходных было пришеплено крыху больше за 30% насильства. Усяго селета заплановано охопить профилактичными пришепками не меньше за 40% уже хороу региона. Компания завершится перших оснежним. Для иммунизации на бюджетной основе выкористовывается вакцина российской вытворчести. Ей пришепляют насильство с групп высокой рызыки. Все прививаются, соответственно, и дети, и беременные женщины. И желательно вакцинацию завершить до 1 декабря. Грация, вытанченность и прыгажость. У областных центров пройшли с поборництвы, які объеднали спорт и мастатство. Гомель Опен 2019. На паркете спорткомплексу «Локомотив» за перемогу замагалися лепшие танцевальные пары с 5 краин. Майстерство удельников оценил Дмитрий Котов. До початку с поборництва уколя 10 хвилин. Конкурсанты завершают опошние приготовлений перед своим выходом. Некто збирается с думками, інші протягують отточвать элементы программы. Члены судейской коллегии вітають усіх присутних. Церемонія открытия не займаєш мать часу. Із усім худка на паркете з'являються перші танцевальні пары. Все лето турнір у першыню отримав міжнародный статус. У яго рамках проходзі у континентальны кубок для дятей і юніоров по европейській і латиноамериканській программах. Соренування у нас проходят под егідою Белорусського і Белорусського танцевального союза. І союз увидел нашу роботу, большу проделанню уже несколько подряд лет. Тобто проводимо турніри на хорошем уровні і дали нам можливість провести уже титульне соренування міжнародне. На турнір приїхали удільники з Белорусі, Росії, України, Молдовы і Ізраїля. Ліна Гринєючу разом з супругом Саулюсом, який даречий був членом судейській колегії, більш за 20 годів навчає дітей в власній школі. На Гомель Опен 2019 її представляли дві танцевальні пари. Гомель Опен – традиційна із поборництва, які на протягу апошніх годів збирають ліпших танцоров. Все літа глядачі побачили 600 выступленьів. Удільники представляли більше за 50 узростових груп. Старейшим – 35 годів, молодшим – усяго шатырым. Советувала цим займатися, я це полюбила. Тоже мама мені сказала спробувати, і все, я пішла танцювати, і полюбила це. Прихожість, емоції і грація у кожному руху. Гомель Опен 2019 підтвердив, спортивні і бальні танці – це невірогідне відовічно і ярке шоу, яке безумовно надолго застанеться у пам'яті кожного, хто мею махчимацію бачить поборництву на своїй очі. Дмитрий Котов, Ігор Марышченко, Телерадиокампания. Гомельшанка Наталя Колеснікова завоєвала корону конкурсу «Мисс Свету плюс Сайс». Продставниця Беларуси трапила у пятерку фіналісток і стала владальницей титулу «Вице-Мисс». Конкурс завершився на выходних у Києві. За корону переможців з трьома беларусками конкурировали у дельниці з України, Росії, Латвії, Бельгії, Нідерландів, Бразилиї, Індії, Суренама і Сингапура. Перше місце поділили між собою дві прихожони – представниця Бельгії і Суренама. Віце-Мисс Светного конкурсу «Гомельшанка» Наталя Колеснікова – бізнес-ліді, жінка і мати двох дітей. До гетуль в опыту у ділу з поборністю в прихожості у яє не було. Тим часом у дельниці конкурсу «Мисс Гомель-2019» протягують под рухтовку до фінального шоу. І воно пройде сьомого снеження на сцені Городського центру культури. Ганна Корольчук погутерила з дівчинами і поназірала за їх занятками. Пасля кастингу організатори конкурса одобралі 14 фіналісток. Серед їх студентки і молоді наставніці – акушерка, барыста, адміністратор, цырульниця і фітнес-трейнер. На протягу місяцца яны займаліся дефілі актірським майстерством, змагаліся у інтелектуальній гульні і праніли у ділу фотосесії для онлайн-голосування. У понеделок почнеться хореографія. А зараз проходять з дымки соціального вида ролика, у яким конкурсантки повинна розказати про свою соціальну позицію. Каб показати не тільки свої знішні дадіни, але й розкрыться як особа, кожна дівчина заявить свій лозунг і розтлумачить, яка проблема я її хвалює. Моя соціальна позиція – це поміч пожилим людям. По моєму мненню, практично кожний чоловік преклонного возраста нуждається в определенной помощі, так як вже нем було енергії і сил. Помогая пожилому чоловіку, прежде всего, ви самі для себе становитесь примером для подражання. Помощь може бути в мелочах. Елементарно – уступити місто в автобусі, помочь донести тяжелі пакети і просто душевно поговорити. Каждий чоловік нуждается в общенні, уваженні і вниманні. Коли я була маленька, я їздила в Іспанію по чернобыльській програмі. Моі іспанці не установили ребенка з Ефіопії, ребенка з Африки. І діло в тому, що коли ми за столом не доедали, либо выкидавали свою еду, вони на нас дуже сильно ругались. І говорили о том, що в мире дуже багато дітей, які вмирають від голоду, які вмирають від недоедання. Я стала исследовувати цю тему, і на самом деле, це казалось так. Вияснило, що кожні 7 секунд умирає дітей від голоду, або від недоедання. І вообще, в принципі, ежегодно вмирають около 6 мільйонів дітей від голоду. А не, які не просто деляться своїми соціальними позиціями, але і пропонують реальні проєкти про шынні проблем. Так, будучи архітектор, а зараз студентка Белорусського державного університету транспорту, Катерина Білокопытова, захопляється росписом стін. І она з одногрупниками розмалювала стіну у середній школі номер 49, у дітячій областной больниці і дітячому отделі Гомельській психіатричній больниці. Дівчина впевнена, що стіны можуть примусить думати, А на вакільній осьародзі – це фактор розвиття особи дітяти. І воно повинна тікавити малых, натхність на фантазії і розважання. Ді більшу частину свого свобідного времени проводить рівенок. Це школа, дітський сад, досугові центри, учрідні здравоохранення. І, знаходясь в висшеперечисленних містах, мене завжди окружали стіны однотонних холодних оттенков, стіны больниці. Мене завжди завжували чувство боли, страха, і хотілося поскоріше вернуться дім. За школу повезло більше. Я училась в художній школі. І в школі у нас на кожному этажу висіли картины наших випускників, а стіны начальні школи були розписані професіональними художниками. І, як би часто там не приходило, навсегда знаходилась яка-то деталь, на яку останавливався взгляд. Готове відео всіх удзільниц можна буде побачити на фінале конкурсу. А підтримати дзявчин можна буде загадя у онлайн-голосованні на сайті гомельських ведомостей. Ганна Корольчук, Ігор Марышченко, Телі, радує компанія «Гомель». Дожжі і перамінливая воблачність у регіоні на гэтым тыдні усталюється саправды в Осінській надвор'є. Бліжай до выходних температура поветра знизіться і складзі 5-7 градусів в іше і за нуль. Завтра на території гомельській області буде воблачність з проясненнями і переважно без опадків. Ночу і раніцей місцями туман, ветер – пауднєво-заходні, с пероходом на пауднєво-усходні. Ночу слабы, днём умераны, місцями порывісты. Температура поветра ночу – плюс 2, плюс 4, у дзень – плюс 7, плюс 9. У середзіні тыдня у Сєраду і Чацвер прогнозується сухоє і сонічне надвор'є. Паветра прогреється до плюс 14, а падкі маловірагодны. З пятніцы крыху похолодає, аднак нават у ночні години слупок термометра не перасягнє от знаку «ніжей за нуль». Гэты і інші новіны ви можуться знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтын випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Всем известно, что нетрезвые водители подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Однако не каждый гражданин предпринимает попытки запретить п'яному садиться за руль либо сообщает об этом в милицию. 8 ноября сотрудники ГАИ контролировали скоростной режим на улице Советской в Гомеле. В милицейский ефір была передана информация, что по одной из улиц Железнодорожного района движется автомобиль марки «Ситроен», которым управляет нетрезвый водитель. Заметив похожую на марку, инспекторы подали сигнал об остановке, однако машина не остановилась. Началась погоня. Но далеко уехать нарушителю не удалось. Помешали остановившиеся впереди на светофоре автомобили. При проверке 31-летнего гомельчанина на алкотестере в парах выдыхаемого воздуха зафиксировано 3 промилля алкоголя, что соответствует примерно 500 мл выпитой водки. В отношении водителя, который, к слову, никогда не получал водительского удостоверения, составлены административные протоколы. Ему грозит более чем просто ощутимый штраф. А вот пьяного бесправника в Петриковском районе вовремя остановить было некому. Результат – ДТП и госпитализация дочери. 9 ноября в 4 утра автомобиль «Форд Транзи», двигавшийся со стороны города Житковича в направлении Калинковичей, из-за неправильно выбранной водителем скорости, съехал в Кювет, где после столкновения с деревом опрокинулся. 10-летняя девочка, дочь водителя, которая ехала на переднем пассажирском сидении, не была пристегнута ремнем безопасности, а также перевозилась без детского удерживающего устройства, получила травмы различной степени тяжести, с которыми была госпитализирована в больницу. Водителя также второй пассажир травм не получили. Чтобы вытащить из машины и передать девочку медикам, понадобилась помощь спасателей. В парах выдыхаемого ее отцом воздуха зафиксировано свыше одной промилле алкоголя. Глава семьи был ранее лишен водительских прав, тихосмотр автомобиля не пройден, страховое свидетельство также отсутствовало. Петриковскому РСК по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Во избежание подобных случаев ГАИ просит граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефону горячей линии 102. Серьезная авария случилась сегодня утром и под Светлогорском. Сразу пять машин оказались в кювете. Причиной ДТП по предварительным данным явилось нарушение правил маневрирования или обгона в условиях недостаточной видимости. В ДТП никто не пострадал. Условием возникновения аварии могла стать погода. Во время дождя ГАИ рекомендует избегать резких торможений, соблюдать боковой интервал, дистанцию и скоростной режим. Спасатель – это состояние души. Работник МЧС Петриковского района в свободное отнесение службы время на пожаре спас троих человек. В субботу около двух ночи поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Куритичи Петриковского района. Там проживали три человека. Хозяин 1963 года рождения, 53-летняя супруга и 32-летний сын. До прибытия под отделением МЧС, находясь в свободное отнесение службы время, командир отделения пожарного поста номер 14 Петриковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексей Ерш увидел пожар, незамедлительно принял решение, проник в дом через оконные проемы и вынес на свежий воздух всех жителей дома. В медицинской помощи они не нуждались. Пожар ликвидирован спасателями. Огнем уничтожена кровля дома, повреждено потолочное перекрытие, имущество внутри. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Эвакуация жильцов понадобилась и в многоэтажке по улице Косаре, 18 в Гомеле. Сегодня в 2 часа ночи по этому адресу загорелась квартира на 15 этаже. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в квартире находилась молодая семейная пара. Среди ночи они почувствовали запах дыма и вышли в коридор. Помимо хозяев, спасатели эвакуировали и соседей с 16 этажа. Врачи осмотрели жильцов. К счастью, помощь никому не понадобилась. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки холодильника. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Зелено-белые на домашнем стадионе играли с Минском. Антон Шрамченко эффектным ударом со штрафного на 69-й минуте принес победу хозяевам. Последний раз Гомель праздновал викторию в 21-м туре. Тогда был обыгран Википск 2-1. Подопечный Александра Кульча по-прежнему на 15-м месте в турнирной таблице. Отставание от расположившегося на 14-м Днепра – 4 очка. Чтобы сохранить шансы подняться выше, зелено-белым в оставшихся двух поединках необходимо набирать максимум – 6 баллов. Три из них Гомель себе уже гарантировал. В заключительном туре соперник, снявшийся с чемпионата – столичная торпеда. А вот еще за три балла придется посражаться в гостевом матче против Городей 24 ноября. Мозырская славя крупно проиграла солигорскому шахтеру на его поле. 1-5. Единственный гол в составе Полишуков на счету Никиты Мельникова. У Горников по дублю записали в свой актив Януши Бодул. Еще одно взятие ворот оформил Бакай. Славия на 11-м месте в турнирной таблице. На финише чемпионата мозырская команда дома сыграет с Ислычью. На выезде – с Витебском. В первой лиге футбольного чемпионата страны также позади 28-й тур. В областном Дерве гомельский локомотив с теннисным счетом дома был сильнее Светлогорского химика – 6-1. Железнодорожники продолжают борьбу за третью строку в турнирной таблице. У гомельчан и Брестского руха, идущего третьим, равное количество очков. Речицкий спутник минимально проиграл Лиде в гостях и продолжает удерживать пятое место в турнирной таблице. Гомельская БЧ потерпела первое поражение в сезоне. Сыгран восьмой тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Железнодорожники в гостях проиграли Витену. 2-4. Насечкой команды Дмитрия Камека воспользовался дорожник. Обыграв столицу, подопечные Валерия Дайско возглавили турнирную таблицу. ВРЗ, уступая в Гродно, 0-2. Сумел одержать победу над УВД Динамо. 3-2. Светлогорский ЦКК проиграл столичному Динамо БНТУ 3-4. Светлогорская команда на десятом месте в турнирной таблице. Вагоностроители на пятом. БЧ опустилась на вторую строку. Лидирует дорожник. Гомель и Металлург без очков. В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге представители Гомельской области проиграли. Рыси на выезде уступили Неману 2-4. Металлург дома принимал юность. Гости были сильнее 3-1. Завтра Гомель играет на выезде с Лидой. В четверг в гости к рыцарям наведаются уже столевары. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова